Дорогие мои коллеги, продолжая нашу программу, я должна предоставить слово Ю Шикаго, программному специалисту ЮНЕСКО по вопросам инклюзивного образования гендерного равенства Японии и тема доклада «Глобальные тренды в дошкольном образовании». Меня зовут Ю Шикаго, я специалист по раннему развитию, работаю в Париже. У нас штаб-квартира этой программы там. Я очень рада представить вам эту программу и нашу тему. Это «Глобальные тренды в раннем образовании детей». Прежде чем мы начнем нашу главную тему, я бы хотела сказать несколько слов о ЮНЕСКО. Может быть, некоторые из вас не знают эту организацию. Итак, ЮНЕСКО – это специальное агентство ОПРИ-ООН. Есть 195 стран-членов и ассоциированных членов. И ЮНЕСКО имеет пять различных департаментов образования, социальной науки, гуманитарной науки, культура, информационные технологии, естественной науки. Итак, я занимаюсь образовательным именно департаментом. Я там работаю. Итак, ЮНЕСКО – это специальное агентство ООН, которое работает над всеми сферами образования. И также есть мандат вести координацию, специальную комиссию. Есть специальный комитет, который занимается всеми вопросами, касающимися образования и образовательной сферы. Я действительно в ЮНЕСКО занимаюсь ранним образованием. Не могу пройти мимо, не рассказав об этой организации. Наши предложения Российской Федерации и именно городу Москве организовать первую международную конференцию по образованию раннего развития в Москве в 2010 году. Это было 8 лет назад. Это была наша инициатива. Вы видите картинки, фотографии этой конференции. Это было замечательное событие, когда больше, чем 100 стран приехали, представители оттуда. 70 из них были министрами или заместители министров. Что касается представителей в 2010 году, это было очень важное мероприятие. После этого мы опубликовали специальную подборку книг и статей. В 2015 году, касающиеся инвестирования в будущее и образование, это очень важная работа. Но вот так эта конференция очень важна, как последствия, так сказать, наших начинаний. В 2011 году мы начали проводить конференцию на ежегодном основе. Это седьмая уже. Мы объединяем всех специалистов из России и других стран, чтобы обмениваться мнениями и опытом. Я хотела бы поздравить вас с тем, что эта конференция продолжается. Это не событие одного года, и это самое важное. Есть участники из других стран, и действительно здесь собрались лучшие эксперты. Я хотела бы погрузить свою презентацию в контекст тех событий, которые происходили между 2010 и 2018 годом. Это именно те события, это принятие устойчивого развития, концепции устойчивого развития на уровне ООН. Это вот такие рамочные программы, которые приняты в ООН до 2030 года, и мы начали ее уже исполнять. Она была принята в 2015 году. Некоторые из вас, может быть, знаете, на глобальном уровне у нас была программа «Миллениум», «Дело и цель», так называлась программа, программа называлась «Цели и развитие тысячелетия». Она была посвящена экологическим проблемам, проблемам неравенства образования, как мы образовываем наших студентов, людей, детей, и как мы сами учимся. И вот такое вот изменение, которое приняло ООН, в котором сейчас будет 17, так сказать, целей, это как раз устойчивое развитие. Это партнерство, равенство и другие. Есть также другая программа, которая называется «СТГ-4». У нее четыре цели. Ну вот извините за такую аббревиатуру, не могу сейчас сочно ее расшифровать, вот не знаю деталей. Просто во всех языках она идет именно под таким названием. У нас там 10 целей, которые нам надо достигнуть. Это как раз работает программа во всех странах, членах и ассоциированных. Итак, давайте посмотрим на цели. Итак, все мальчики, девочки раннего возраста должны иметь равные возможности образования. Это название нашей цели. Итак, в рамках программы «СТГ-4» у нас есть специальная система, специальный комитет, который был создан для определения индикаторов, показателей по всему миру, которые работают для всех странах, которые определяют стадии достижения этих 17 целей. Ну, можно рассмотреть некоторые из этих целей. Например, у нас есть такие показатели. Например, рассмотрим цель 4.2. Это показатели, это пропорции детей, которые посещают специальный курс психологического развития и другие. Вот мы таким образом ведем отслеживание нашего успеха. Это на глобальном уровне мы делаем. Например, другое – это организованное обучение, прежде чем ребенок поступит в начальную школу. Есть разные показатели и регионы для других стран, отдельных регионов. Их очень особенные, так сказать, показатели. Вот, например, окружающая среда, домашняя среда, показатель вступления в дальнейшие институты или центры. И прочее. Также хотела бы выделить несколько трендов внутри этих глобальных трендов. Чтобы вот вы понимали глобальные тренды за те 15 минут, которые у меня есть. Итак, участие, финансирование, контроль, управление и другие. Итак, что у нас с посещением? Участие. На глобальном уровне у нас посещение таких образовательных центров растет. Мы продолжаем бороться с неравенством, неравенством с участием между участниками отдельных стран и регионов. Посмотрим на цифры. Это вот график, который нам говорит о уровне вовлеченности с 2010-2016 года. И тренд, который он показывает. В 2016 году этот уровень достиг 49%. Это на глобальном уровне количество детей, вовлеченных в образование до начала учебы в начальной школе. Вы смотрите, значит, в самом низу это Юго-Восточная Азия, и в этом вы видите разные участки, которые показывают индикаторы по разным странам. Посмотрим на показатели, показатель одногодичного образования перед начальной школой. У нас 69% детей посещает этот курс. Конечно, есть разница по регионам. В Латинской Америке, Европе, Восточной Америке – это самый большой рейтинг. 95%, Юго-Восточная Азия – 83% и 43% в Африке. Есть также график посещения, годичных курсов до начальной школы. Это все разные показатели именно по этому показателю. Почти все страны, которые принимают участие в этом проекте, показывают хорошие растущие показатели. Итак, вот здесь вот уровень 2010 года, вот этот уровень в 2015 году. В некоторых странах есть хороший прогресс, в некоторых странах не очень такой хороший, но все-таки этот показатель растет. Как я уже сказала ранее, есть проблемы неравенства. Например, самые богатые дети были в пять раз чаще посещали эти курсы, чем дети из неблагополучных бедных семей. Здесь вы видите другой пример. Что касается… Здесь показана разница между городским и сельским населением. Это данные, которые мы получили от ЮНИСЕФ, касаемо детей от 3 до 4 лет по 52 странам. Давайте посмотрим юридические документы. 33% стран, которые на законодательном уровне закрепили от 1 до 3 лет образования перед начальной школой. Из них 21% этих стран делают это в обязательном порядке. Вот этот график показывает, что как минимум 1 год страны на законодательном уровне закрепили посещение ребенком специальных образовательных курсов перед начальной школой. Таких у нас 33%. Здесь обязательное обучение как минимум от 2 лет. И самое большое количество стран, которые адаптировали 3 года обязательного бесплатного образования перед началом обучения в начальной школе. Этот график я разделила, и он показывает международное значение. Самое большое количество стран, в которых есть бесплатное или обязательное образование 2-3 годичное, это самая большая тенденция. Если вы посмотрите на Европу и Северную Америку, там меньше, но все-таки самые высокие показатели. Что касается юридически закрепленных документов, я хотел бы сказать, что в Франции, например, несколько, пару месяцев назад было принято обязательное образование для детей 3-х лет, чего раньше не было в стране. Просто хотела посмотреть на время, сколько у меня еще есть времени. Да, вот мне надо сейчас заканчивать. У меня есть, конечно, еще слайды. Ну, давайте быстро пройдемся по остальным трендам. Второе – это готовность. Это данные от ЮНИСЕФ, сборник данных. У нас есть определенный показатель. Сейчас есть такие тренды. Уровень готовности корректирует с общим развитием. Хотим сказать следующее. На международном уровне. Здесь мы говорим о мониторинге различных аспектов и систем, которые выходят за рамки вышеуказанных. И также я считаю, что это решение исключительно важное для нас и на глобальном уровне. Это касается 41% детей, которые задействованы в частном секторе в рамках образования. Часто это нерегулируемое положение, и государство не может четко отлаживать эту систему. Поэтому мы же должны предоставить все наилучшие возможности всем детям, чтобы они получили полноценное образование в рамках существующего потенциала. Хорошо. И я хотела бы буквально немного охватить вопросы финансирования и различные тенденции. В нашем секторе развитие на раннем уровне образования все большее количество стран учреждают координационный механизм, который бы коснулся таких секторов, как защита детей, обеспечение безопасности и помощи молодым семьям. И если мы сопоставим государственное финансирование в начальное и среднее образование на глобальном уровне, здесь существует и некоторое различие. Некоторые страны фокусируются на инновационных механизмах образования, но, пожалуй, в недостаточном контексте. И существует международная система фондирования данных аспектов образования. И это касается особенно подсектора раннего образования и обучения. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.